привет всем раннее утро 9 сентября я в гостях у одного из своих father figures пока все спят и вот такая пасторальная картинка запишу кое-что о наболевшем буквально на днях рассуждал о декларации прав человека и о равенстве полов и вот сразу почти практическая демонстрация в четверг в школе было первое родительское собрание но они все проходят примерно по одной схеме там все довольно нудно тягомотно повторяют по пять-шесть раз про одно и то же три часа занимает донести то что можно было донести за 15-20 минут но под самый конец обрадовали вот чем буквально через пару недель всех молодых людей у кого соответствующая группа годности группа здоровья снимают со школьных занятий увозят на пять дней какой-то даже не подмосковные в другом регионе в военную часть где их селят и они проходят что-то вроде практические занятия по обж которые на самом деле конечно больше похоже на мини военные сборы причем кормить их там будут вот а форму нужно приобрести самостоятельно на всякий случай пацанам сейчас по 16 лет всем то есть они несовершеннолетние они не военно обязаны и вообще-то говоря у них есть опекуны разного рода там либо родители либо бабушки либо уполномоченные на это люди я на форумах часто люблю приводить пример в чем разница с точки зрения ощущения человека когда он что-то делает по своей воле и когда то же самое его заставляют делать но лучше всего это демонстрировать на например ребенок ребенок которого мужчина хотел ребенок родился и ребенок которого мужчина не собирался делать его заставляют это делать принципе похожая логика применима к элементам там но еще к целому ряду других вещей я обычно привожу такой пример женщинам которые не понимают о чем речь ну или типа делают вид что не понимает я им говорю представьте что вариант а вы встали утром в 5 утра и пробежали 10 километров вариант б вас будет утром в 5 утра поднимают и заставляют пробежать 10 километров результат одинаковый но отношение к этим двум действиям будет совершенно разное по понятным причинам потому что одно из них человек хотел делать а другой его заставили делать хотя действие одно и то же но суть радикально меняется в зависимости от того что человека мотивировало нисколько не сомневаюсь что мой молодой человек сможет выполнить нормативы по физподготовке по строевой подготовке выучить то что нужно выучить разобрать собрать автомат и так далее и даже с проживанием думаю проблем никаких особенных не будет по крайней мере уж не за пять дней но только что начались занятия по английскому курсу курс уже продвинутый идет речь про подготовку к кембриджскому экзамену преподаватели строжайше предупредили что ни в коем случае не пропускать занятия потому что материал тяжелый его много и нужно осваивать чтобы иметь возможность задать экзамен нормально нужно серьезно заниматься пропускать нельзя буквально через две недели через полторы недели получается пропадают два занятия подряд поскольку это целиком неделя значит два занятия выпадают занятия во-первых оплачены и во-вторых критически важны для усвоения программы потому что это уже не первое занятие не второе да это будут там какое пятое шестое то есть уже глубоко в курсе спрашивается за что и на основании чего и конечно же сказали что ну девушки конечно же не едут понятное дело они остаются в москве они остаются на какие-то дополнительные занятия которые не будут вестись вместо школьных занятий ночевать они будут дома я так понимаю все курсы какие у них дополнительно есть они могут посещать дальше между прочим сказали что то что им будут преподавать пока мальчиков нет будет иметь непосредственное отношение к родам акушерству и родовспоможению я когда-то давно записывал ролик где говорил что есть такой гэп в знаниях в скиллах которые возникает ну более-менее естественным образом между мальчиками и девочками в отношении детей вот смотрите 16 лет мало того что причиняет прямой ущерб просто даже чисто коммерческий ущерб потому что в нашем случае да это пропадают деньги мало того что тебе говорят делать то что ты делать в общем не собирался тогда и у тебя планы не входило может не против например съездить на сборы ну знаю в то время в которое считаешь нужным и удобным поехать тебя не спрашивают то есть такой призыв в миниатюре мало того в это самое время девушкам будут давать медицинские знания акушерские знания это серьезная сфера это сфера в которой мужчины очень сильно отстают от женщин вот в 16 лет школа уже готова поделиться специальными знаниями с девушками в то время пока девушки будут это осваивать мальчики будут изучать сборку разборку автомата бег по пересеченной местности и не знаю что там еще будет оказание первой медицинской помощи при огнестрельных ранениях каждому свое так сказать едем даст зайны но это не весь прикол собственно я ролик не про это хотел записать я считаю себя человеком с правовым сознанием я знаю что такое семейный кодекс я знаю что такое уголовный кодекс я знаю как примерно устроено государство как оно должно примерно работать поэтому я тут же задал вопрос преподавателям ОБЖ две женщины между прочим естественно кто у нас может преподавать ОБЖ и сами они туда не едут в военную часть что им там делать там логично у них дела дома есть поважнее чем на пять дней куда-то выезжать с подростками еще отвечать за что-то придется так вот про ответственность я логично спрашиваю я говорю вы знаете дети несовершеннолетние как бы на основании чего они поедут с чужими людьми на пять дней это не в школе это не днем на экскурсию съездить это не в кино сходить это там не концерт не учебное мероприятие вне школы на основании чего там и тут же как-то замешкались ну на основании какого-то там приказа Минобра, Миноборона я говорю погодите Минобра, Миноборона показывая им так уж получилось что у меня с собой прям был листок поскольку я езжу со своими племянниками у меня есть официальный документ я изучал вопрос что мне нужно с собой иметь чтобы любой постовой мог меня там остановить проверить и убедиться что да дети находятся при мне на законных основаниях у меня нотариальная доверенность причем доверенность это нельзя написать ее от одного родителя она написана от двух родителей оформлена у нотариуса то есть с личным присутствием эта страница А4 мелким шрифтом перечисляет на что у меня есть права и что мне родители доверяют делать где они это доверяют делать в какой период они доверяют делать и чем ограничены мои права то есть все таки они не равны родительским там я не все могу делать я им показываю что вот вы знаете чтобы с чужим ребенком вообще-то куда-то ехать нужна вот такая бумага они разводят руками говорят ну мы узнаем мы спросим класс рук переадресуя вопрос я говорю ну класс рук должна чуть чуть больше понимать наверное я понимаю почему там плавают рядовые учителя допустим ну класс рук должна лучше знать о ней она иногда сопровождает экскурсии она собирает справки она собирает там записки о том что ребенок сегодня не придет или что ему разрешается в одиночку ехать домой между прочим на каждый такой день пишется записка отдельная то есть такое мини заявление с подписью да ты она тоже разводит руками говорит ну сходите к директору пока она еще здесь дело было уже поздно вечером и честно говоря директор меня удивило то есть я понимал почему например там УБЖ не в курсе как это должно быть класс рук плавает в этом вопросе ну директор школы это так сказать высокое должностное лицо ну человек должен разбираться в бумажных вопросах повторил все те же вопросы и она ну наверное самое правильное как это можно описать наверное начала включать тупого то есть я опять говорю про дети несовершеннолетние на основании чего так сказать кто за них отвечает на основании чего отвечает что нужно какие-то документы на официально оформить там с кем они едут куда они едут с указанием там времени маршрута паспортных данных лиц которым доверяется потому что у меня например в моей доверенности указаны паспортные данные во вторых родители должны какое-то заявление наверное написать там согласие свое что они доверяют этим людям что они не против чтобы они там выехали куда выехали в конкретное место я наверное раза четыре пересказал разными словами одну и ту же примерно мысль что это не мое какое-то личное изобретение не потому что я такой въедливый или там или плохой там или там хочу чем-то там навредить там школе или расстроить мероприятие нет я говорил обычные вещи что ну раз есть мероприятие оно должно быть юридически прикрыто чем на основании чего это будет делаться мне так и не сказали мы расстались на том что она сказала что ну какая-то бумага какие-то документы будут оформлены какая бумага какие документы я полез в интернет посмотреть что про это пишут там потому что у меня буквально вот есть знакомые у кого дети там на год старше ни у кого такого не было это что-то свежее какая-то новая придумка как я понял что кто-то что-то выдумал в каком-то высоком кабинете вот юридически тему не прикрыли то есть она просто не имеет никакого обоснования по закону скорее всего все делается серым образом на авось что все вот срастется как-нибудь что у нас никогда ничего не было я тут директор мне говорил говорит мы уже несколько лет ездили у нас никакого ничего такого не было по-моему глупое оправдание для отсутствия бумаги у нас никогда ничего такого не было если бы это был ученик который отвечал урок скорее всего ему бы двойку поставили я говорю вопрос не в этом я не спрашиваю были у вас ЧП в прошлом году или не были мне это не интересно я не про это вопрос задаю вопрос задаю чем документально прикрыто это мероприятие а директор отвечает мы ездили у нас все было хорошо то есть не отвечает на вопрос ну в общем в интернете пишут кто-то от этого бегает там кто-то берет справки кто-то ставит себе группу здоровья то есть уже есть такая необходимость да вот буквально хочешь например не перерывать свой учебный процесс уже пора кому-нибудь что-нибудь башлять да и не потому что ты не хочешь там или ты боишься того что там тебя заставят бегать там кросс нет просто тебе портит жизнь нарушает твое расписание и уже есть повод кому-то что-то забашлять какую-то получить справку левую там или серую вот так вот дети привыкайте все животные равны но некоторые ровнее сейчас вас будут учить автомат собирать разбирать зато хорошая демонстрация подхода к крайносту прав и свобод еще дети уже большие должны уже понимать как это на практике выглядит как говорится и на заборе записано в декларации прав человека написано и у нас в конституции написано вот но на самом деле там дрова вообще конечно как я понял поскольку тема совершенно юридически плавает если бы я был скажем правозащитником и хотел подложить реальную свинью школе и даже наверное районному отделу образования как он там сейчас называется не важно думаю что нужно было бы так сделать нужно отправить детей без всяких бумаг ничего не подписывать ничего никому не говорить просто ну поехали и поехали ладно езжайте на пять дней иначе на пять дней а на вторые сутки пойти и написать заявление что несовершеннолетние дети неправомерным образом увезены примерно куда увезены известно примерно кем увезены известно с требованием немедленно найти и разыскать и вернуть домой и требование привлечь ответственных к ответственности по закону вот тут бы чиновники образования забегали как муравьи возможно кто-то бы даже сел может кто-то из сопровождающих может директор школы хотя вполне возможно директор школы все-таки хитрый человек и окажется что по документам она и ни при чем никаких бумаг официальных что она что-то там санкционировала нету на самом деле а все только на словах и на служебных записках я думаю что на самом деле человек умный и у него наверное задница прикрыта в этом смысле но в целом мне кажется как урок демонстрация для подростков особенно если снабдить это правильным комментарием вовремя то есть нужно проговорить им будет некоторые вещи отличная демонстрация такая своего рода маленькая красная таблеточка чтобы молодые люди знали что да дети вы сами себе не принадлежите даже несовершеннолетние и отношения со стороны государства к мальчикам и девочкам разные и права и обязанности ваши по отношению государства разные и возможности у вас меньше во всем даже в таких мелочах как свобода получения образования девочка может позволить себе пойти сначала в колледж потом выбрать какое-нибудь второе учебное заведение мальчик не может мальчика после колледжа загребут в армию если ты учишься на какой-нибудь там хай-тек области вот через год вспомни потом что там проходил то есть сама структура образования даже из-за этого различается куда могут себе позволить идти мальчики и девочки эти вещи различаются так что в качестве маленькой красной таблетки хорошая тема пусть они усвоят ее в ощущениях а если у меня будет такая возможность я почитаю им мини лекцию на этой основе и воспользуюсь этим прецедентом как демонстрацией из всего нужно извлекать пользу государство в данном случае так сказать помогает нам дать маленькие красные таблеточки сразу большому количеству школьников разве это плохо хорошо и не нужно ничего ни врать ни придумывать ни мысленные эксперименты проводить все усвоят на личной практике так что подводя черту если у вас кто-то из родственников там племянники знакомые кто-нибудь уезжает на школьные военные сборы воспользуйтесь такой возможностью прочитайте человеку лекцию небольшую про равенство прав и обязанностей перед законом про равноправие полов и конечно скажите что во взрослой жизни таких областей гораздо больше они гораздо серьезнее в частности непосредственно касается области семьи семейного права детей прав в браке и так далее спасибо за внимание пока и удачи все в порядке тот кто нам мешает тот нам поможет и удачи это